ну что мы опять ведем наш репортаж из аэропорта борисполь мы летим в очередное наше приключение быстренько быстренько пишите куда мы летим пока мы вам не сказали у вас есть секунд три минуты сильно долго и будем все открываем открываем нашу тайну мы летим черногорию пришли прилетели мы на машине быстренько в аэропорт не знаю я уже не могу дышать в этой маске мы пока были дома так отвыкли от них теперь опять все время в маске в черногорию кстати отменили пцар тесты поэтому мы быстренько купили билеты за три дня или 4 до вылета и все мы летим аэропорт как обычно по меркам теперешним полупустой можно сказать практически но люди куда-то летят поэтому мы ждем нашего папу он погнал машину и идем регистрироваться на рейс кстати не знаю я опять не зарегистрировалась на рейс хотя я звонила в авиакомпанию мне сказали да можете регистрироваться за сутки но она почему-то не дает не ищет нашу бронь поэтому будем регистрироваться в аэропорту хотела еще сказать что в черногорию мы летим впервые никак мы не могли добраться вообще на это побережье не в хорватии не в черногории нигде мы не были черногории конечно еще не летняя погода не для купаний поэтому мы летим в принципе преднамеренно чтобы там попутешествовать посмотреть по поездить будем вам все рассказывать показывать мы кстати берем в прокат машину тоже у нас приключения мы не будем сидеть на одном месте в одном городе мы будем переселяться то есть будет я думаю интересно все мы в полном составе пришел наш папа сейчас мы идем на fast line это быстрая линия прохода хотя у нас мало людей на регистрации но мы тут зарегистрируемся чтобы мы и паспортный контроль и все прошли быстренько все прошли прошли все очень быстро просто я не знаю вроде бы есть люди в аэропорту но мы пришли все я не знаю карантин мне кажется минут за 10 то есть все буквально и мы уже идем вот в зал и mastercard хотим попить чайку перед дорогой водички кофе не знаем будут нас поить в самолете или нет вот смотрите аэропорт только один наш папа и все еще пару человек идет ну вот реально пустой аэропорт ну как летят люди но не так понятно плюс у нас сейчас у нас вечерний рейс 5 часов вечера поэтому я бы не сказала что это какое-то неудачное время так вот мы поворачиваем идем что ты довольна куда летишь в чернохоре как называется город подгородься такие странные городы немножечко название городов до непривычной для нас летим летим мы в подгородь все мы уже в бизнес-зале mastercard покушали тут кстати вкусно кормят я уже говорила об этом мы не хотели кушать но мы решили покушать и потому что она нас кормить самолете точно не будут и пока мы едем до места назначения пока не забирайте будет не рано поэтому мы перекусили анюта побежала там за сладеньким к чаю и сейчас уже будем бежать самолет нас будут вести нас на самолет на автобусе потому что у нас самолет очень маленький ночи на таком не питали и там всего 48 мест выбрала смотри 40 мест поэтому посмотрим как мы на нем долетим быстро или не быстро все мы уже в автобусе сидим ждем когда нас повезут к самолету они-то замерзут у нас сегодня как-то так холодно так что летим на встречу теплу очень надеемся что нас погодка не подведет ну и что у нас в этот раз вообще необычному станет и сидим вдвоем и наш папа сидит через проход вон один доброе утро я даже до чего могу затронуться то есть самолет вообще маленький правило нарушает наш папа сейчас мы его оштрафуем в общем маленький самолет капец просто он даже тут полный рост высокому человеку просто невозможно зайти и даже чемодан на ручной клади у нас забрали при так что все мы готовы к полету сейчас будем лететь все мы прилетели не поверить мы нормально так долетели быстренько маленький самолетик людей мало но аэропорт очень маленький тут только две линии по которым ездить багаж и по-моему 8 всего 8 окошек с паспортным контролем и какая-то очередь сдачи вам скажу вот смотрите вот это весь аэропорт вот наша линия все быстро мы с вышли с самолета и прошли с пешочком до здания буквально 50 метров вот весь аэропорт вообще мини все мы забрали багаж вот наш папа идет идем вот в эту очередь все ребят аэропорт реально маленький вообще только что встретили наших земляков они сдавали ключи арендованной машины а мы берем вот смотрите сзади меня такой маленький киоск так вот смотрите вот весь аэропорт вот получается вышел и сразу rent car вот видите такие киоски ларечки с рент и кар вот кафешка нам сказали подождать нужно минут 15-20 поэтому мы пришли кафешку попить кофе и будем ехать сегодня мы ночуем в подгороде все вам расскажем покажем где мы будем сегодня ночевать вы уже по местному грязи не вкусно как полет кстати нормальный полет буду на маленьком самолете как печенька ну молодцы приятного аппетита вот видите аэропорт заканчивается и солнечная погода какая нас встречает и вот настал этот час когда пришел наш менеджер из европкара и выдаст нам сейчас ключи вот и здесь тут надо заполнить формальности и будем ехать вкусный был фреш юкраины так смотрите есть здесь вот такой вот банкомат и еще здесь можно купить вот в ларьке с сигаретами местную симку она стоит 10 евро и по ней получается 500 мегабайт до интернета то есть если вам вдруг нужно можно купить все расскажу вам немножко про аренду авто в общем получается мы забронировали еще будучи дома на сайте европкара автомобиль получается аренда стоит 37 евро сутки мы взяли вайфа роутер дополнительно стоит он по моему 40 евро на все наши дни получается 8 дней и взяли детское кресло booster получается тоже 60 евро на все дни но еще в чем фишка хотела сказать что вы должны быть к этому готовы мы кстати первый раз таким столкнулись чтобы брали двойной депозит это какая-то новинка или же это в черногории так или же какая-то новинка европкара с нас взяли 800 евро депозит это депозит просто за автомобиль и европкар как компания берет и 700 евро еще депозит на всякий случай если там штрафы какие-то или еще что штрафы да в основном для полиции в общем 800 и 700 евро мы заплатили депозит то есть их как бы на карте заблокированные не то есть случае какого-то наступление какого-то случая в общем с этих денег будут что-то снимать это было неожиданно раньше с нас брали всегда ну где-то 300 евро депозита мы просто всегда арендуем машину и такого огромного депозита еще не брали ну так мы немножко в шоке если честно все до сих пор мы оформляем можем минут наверное 20 стоим или 25 никак не можем оформить все уже нам оформили вот нам дают документы нужно подписать и будем ехать уже хочется приехать на место анюта уже он идет идет смирно ждет водички дать все наконец-то взяли мы ключи и выходим а вон там выход все равно и вот мы идем теплую черногорию выходим сейчас где-то двадцать три градуса тепло красиво можно маску снять на улице все идем к нашему автобус здесь вот стоят машины то есть все рядом все маленькое все быстренько ждать никого не нужно и это радует если честно все вот наша красотка на неделю сказали нам что по городу максимальная скорость 50 километров за городом 80 все грузимся сейчас вводим наш навигатор и будем ехать так все отпустили нас осмотрели полностью машину записали если там на ней какие-то повреждения или нет мы все это подписали тебе нравится машину маску маску можно снимать а еще я спросила у них они сказали на улице можно ходить без маски и наконец-то будем держать нормально воздухом ну так с вечерком свежо мне в футболке прохладно пойдем надеть проверять на прочность машину да все мы садимся в машину подключаем вай фай вводим в наш навигатор адрес и едем в гостиницу все вот такая нас красота природа встречает прям видно что тут такой такая горная местность такая природа вообще такой закат красивый да все приехали подождение спеши приехали мы в хилтон нашли быстренько сейчас поселимся да кстати мы сняли в подгороде хилтон на сутки стоит это 100 евро номер завтраками сняли потому что не захотели ехать вечером в потемках тиват поэтому сняли и будем сегодня ночевать по городе сейчас мы поселимся вот уже я вижу куда мы пойдем попить чайок такой отель неплохой да смотрите какие кожаные кресла вот мои на фоне всего этого посмотрим сейчас а ну это у нас свой прикол поэтому анюта балуется нормально так все вот мы приехали идем по коридорчику так и куда же нам нам налево пойдем вот сюда идем 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 кстати здесь тоже как у нас и в дубае были сейчас покажу вам номер опломбирован 102 опломбирован видите что он готов к использованию нет он не новый он убранный так давайте по ну что таданс и заходим ничего себе ковры так вау я еще такого не видел чтобы был прям кабинет смотрите такой кабинет такой стул кожаный можно сидеть работать на компьютере да ну такой маленький коридорчик тоже вот смотрите такое зеркало такие шкафы большие так вот есть гладилка с утюгом так вот шкаф сейфом это а что это халата или полотенце интересно так это халаты тапочки и да и фен да нашла тайный проход так ночью вот такой вот коридор и вот смотрите какая кожаная дверь вала тут за кожаная дверью у нас получается чайник чашки сахар сейчас они разберемся совсем чай бокалы да это сервис в номер мини-бар пустой пусто ничего нету как как-то странно почему ничего нет так и пойдем в номер так а как почему у нас тут темно о ничего себе здравствуйте ничего себе остроумно придумали а ну-ка я даже сразу не поняла что ты имеешь ввиду да смотри лежишь так и смотришь телек точно остроумно придумали так в общем два кресла и здесь получается окна и тоже телевизор то есть назвать телевизор только зачем ну вон еще телевизор смотри зачем просто два телевизора же все равно если ты типа не лежишь и сидишь ну я не знаю тут получается у нас за окном вот парк какой-то там получается парк так вылазь окна на окне мы не сидим это небезопасно да вот в общем парк какой-то уже темно и все начинает светиться так анюту оставила за шторой и я еще хочу посмотреть ванную комнату смотрите тут получается такое зеркало так модно да смотрите это понятно унитаз биде сейчас анют душевая кстати такая хорошая большая душевая есть душ не только сверху ой а как это берема машина так вот есть душ сверху есть душ такой и есть ванная огромная не уда уже пошла вычислять в общем такая огромная ванная джакузи видите давай мы наточим ванну ты сегодня покупаешься и проверяем так значит маленькие полотенца шапочка для душа есть ой как я люблю лаванду и тут как раз крем для тела гель для душа шампунь кондиционер в общем все чисто все красиво вон еще ванны и ванны и полотенца в общем нам нравится здравствуйте вы уже балуетесь вам нравится расскажите зеркало картина зеркало картина да я даже не заметила кстати такую ну кстати света нету в номере тут реальный пол но в общем классно нам нравится реально очень чисто очень хороший номер номер стоит 100 евро поэтому этот хилтон намного лучше чем был в дубае дуба он был старый а этот видно что он новенький видимо и еще не успел устать все мы сейчас пойдем вниз разведаем что там да можно все я рада что мы прилетели что все хорошо мы теперь направляем нашу энергию на отдых так рассказываем получается кстати бронировали мы гостиницу через букинг денежку с нас не сняло заплатили мы на месте и на сайте букинга было написано что тут бесплатная парковка но нет 10 евро сутки получается стоит парковка то есть мы заехали но очень удобно парковка здесь мы заехали вниз поставили машину на любом месте кстати карту нужно вниз не надо вот припарковали машин с да на зеркало и все мы сейчас идем изведать территорию кстати такие красивые лифты покажу вам смотрите на большое зеркало и мы выходим тут есть пациентам и у нас тоже есть вход в спа-центр вход в спортзал но мы сегодня идем в бар мы устали перелет дело нелегкое смотрите какой здесь холл красивый с кожаными сиденьем я уже показывала но они разные я не знаю может быть сейчас они тупо кормим что тут за бар тут вот бар с алкоголем и сладости а что мы на улицу пойдем наверно нет вот такие тут сладости вкусняшки а что ты хотел я думаю что есть пойдем у них так похоже похуй а ли он по нашему типа добрый вечер все идем на улице смотрите тут такие фонтанчики куда сядем так что хотела сказать принесли на минимум и весь у меня какая улыбка на лице потому что цены здесь уже нет как в дубай дешевле мы заказали с анютой блинчики 6 евро стоит порция блинчиков так что еще хотела сказать по ценам хотя смотря что выбирать бургеры стоят 5 6 8 евро вот хочу смотреть посмотреть когда греческий салат 650 но то есть все равно здесь дешевле потому что почему дешевле потому что в дубай в дирхамов и там сразу все 60 80 100 один евро 6 8 10 и уже не так дорого гонки да анюта знает один анекдоты теперь его все время рассказывает ждем наши закуски на улице так хорошо свежо так не холодно и не жарко да и мы так сидим под играть такая легкая музыка шум фонтана конечно перекрикивает все но да сейчас покажу и нам очень уже нравится и вот фонтан и анюта танцует на фоне видите тут тоже есть поющие цветные фонтаны вот так вот продолжается наш день сегодняшний доехали с аэропорта мы до подгоры тяну до центра получается отель хилтон в центре ну не пять минут 15 ну мы ехали все время там практически по ровной дороге то есть но одна особенность какое-то здесь движение странное как-то так они все ездят неаккуратно выезжают с поворотов просто на встречную там полосу какую-то и просто половина машины стоит на полосе то есть получаться его нужно объезжать как-то что-то у них тут с вождением мы думали что у нас сильно агрессивные водители но здесь пока мы такое заметили особенность агрессивные водители так все ждем наши блинчики и как всегда вам покажем какие же они будут это вообще самый интересный вопрос тадам вот на же мороженое и мохито а ну пробуй давай вкусная да в черногории мороженое но все значит отдых удался мохито вкусная смотрите принесли нам блины но я почему-то вообще мы все немножко под впечатлением если так и с легкостью сказать они жареные во фритюре это блины по черногорске наверно получается мы просто не едим еду во фритюре и я даже не знаю как это все есть из чего это начало на этой вкусной ноте сейчас мы будем решать что делать с этими блинами во фритюре мы заканчиваем сегодняшний репортаж анют анюта съедает блинов начинку сверху сыром нам посыпали и будем сейчас кушать всем пока